Сегодня мы поговорим про важное керамическо-гончарное оборудование, про крутильники-турнетки. С вами сегодня я, Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте! Крутильники – это важный элемент гончарной мастерской. Очень полезное оборудование для того, чтобы на нем расписывать, для того, чтобы на нем обтачивать, для того, чтобы на нем лепить. Причем можно еще и гнуть глину. Вот посмотрите сюжет, как мы гнем глину обязательно. Турнетки – очень важное оборудование для того, чтобы сгибать на нем всякие вещи. Вот такие очень волшебные, керамическо-гнуторезные. Ну и, конечно, еще ручки приклеивать. Ручки приклеивать и наблюдать соосность. Очень просто поворачивать здесь предмет. Особенно, когда он мягкий, его в руках не повертишь. А крутильник очень подходит для этого. Сегодня у нас в гостях Антон Кесаров, производитель гончарного оборудования iMold. Приветствую, Антон! Привет, Илья! Сегодня мы расскажем о том, для чего нужны турнетки. Казалось бы, вещь, просто необходимая каждому керамисту. Но, тем не менее, многие не знают, для чего они, собственно, и нужны. Потому что, ну, как-то гончарный круг и печь, для чего нужны, очевидно. А этими вещами не все пользуются, хотя, на мой взгляд, зря. Поэтому сегодня вот покажем. Ну что, давай, Илья, посмотрим. Ну вот первое, наверное, что я сделаю, пока ты ее рассказываешь, я обточу край донышка. Это я выкрутил тарелку вчера. Она немножко подвялилась. И возникает такая проблема силуэта. Видно, что он имеет вот здесь горбинку. Эту горбинку всегда нужно подрезать. На гончарном круге не подлезть. Ну а если перевернуть вот так, то на турнетке, на крутильнике, очень удобно это делать. Вот здесь есть разметка. Я сразу кладу прямо вот так тарелочку и потихонечку все скребаю. Ну вот здесь речь идет не про классическую проточку, а скорее про восстановление силуэта. Силуэт может быть всегда разный. И очень важно его наблюдать сбоку. А на гончарном круге очень сложно подлезть. Но это надо прямо вот ниже пола опуститься, чтобы восстановить силуэт. Вот так. После того, как мы ее проточили, мы можем ее, соответственно, перевернуть, или восстановили, да, и развести ее декорирование. Отводочку какую-нибудь пустить тут золотом. Да. Важной характеристикой для турнетки является ее масса, а как следствие это инерционность, то есть время и скорость вращения, ее плавность. Если мы раскрутим турнетку, и она долго вращается, это удобно, потому что мы можем сделать отводку в разных местах, то есть нанести линии, и можем ее проточить, где нам это нужно, то есть подровнять. Мы сейчас этого не делаем, потому что это уже подсохшее изделие, а для этого оно должно быть помягче, для проточки петлей. В кожи твердым состоянии. Да. Ну, я думаю, принцип вы поняли. Что еще важно для турнетки? Конечно, хорошо. За ножку надо вращать. Ножка это, да. Ножка это всегда важно. То есть можно одной рукой вращать изделие, а второй рукой, допустим, его расписывать. То есть если я поставлю, вот мы можем расписывать и одновременно вращать, как нам удобно. Иногда за турнетке за ножку нельзя вращать. Она стоит. И это не очень удобно. Да, то есть, допустим, если взять турнетку вот такую вот низкую, то здесь одной рукой вот так вот перебирать уже не очень удобно будет. А за ножку это делается легко. И я хотел еще сказать о важном таком моменте, что в хорошей турнетке должны присутствовать, во-первых, такие вот концентрические насечки, которые нам позволяют выставить изделие по центру. И такие вот еще радиальные насечки. Сколько тут штук? Чтобы тоже мы могли какой-то там симметричный рисунок, да, нанести на изделие, допустим. Ну, здесь виден угол еще. Это 360 поделить на 3. И мы можем не только делить на 4, а можем делить еще и на 3. Это, кстати, иногда помогает. Ну, а теперь расскажем, собственно, о специфике каждого вида турнеток, да, потому что вот мы их здесь сейчас представили 3. Бывает еще больше в разных размерах. Собственно, какую турнетку, какого размера, какой высоты выбрать, для чего они нужны. Вот это, я думаю, базовая такая основная рабочая лошадка, турнетка, рабочая лошадка. Все верно. На ней можно, в принципе, сделать большинство операций. Она достаточно тяжелая, широкая, то с нее можно много чего поставить. Низкая она устойчивая, хорошо. И при этом, в общем-то, выполняет все базовые операции. На ней можно декорировать изделие, лепить. Клеить ручки. Клеить ручки. В общем, все-все, что надо. Такая высота хорошо подходит под работу с кисти. То есть, когда мы ставим руку вот так на кисть. И, соответственно, удобно, если мы что-то лепим, да, такое невысокое, мы вот здесь держим руки, что-то лепим. Очень удобно. Ну, или, соответственно, там, так клеиваем ручки, например. Следующий вариант – это такая узкая, маленькая турнетка. Когда она хороша? Когда у нас изделие имеет узкое донышко или вот как в данном случае, оно само по себе маленькое. Чем она хороша? Потому что не надо подлезать кисточкой, да, через всю площадь турнетки. А можно прямо вот сюда и под низ, и середину, и куда угодно подлезть, прям близко-близко. Да, ножиком, не обязательно кисточкой, но здесь можно какие-нибудь там делать операции. Да, то есть такая турнетка хорошо подходит вот для таких вот малых форм. Ну, либо если надо подлезать под донышко, да, какого-то большого изделия. Да, и вот кружку можно. Мы с собой чай пили. Вот, например, у меня кружка-тушка вот здесь. Вот, нужно, например, под ручкой вот здесь вот загладить глину. Вот, либо ее надо ставить на край турнетки, это не всегда удобно вот здесь, либо проще сделать это вот так. Здесь край турнетки везде. Можно загладить. Ну, и опять же, работа на такой высоте турнетки, да, предполагает работу с кистей. То есть мы прям кладем руку. Да, можно делать рисунок какой-нибудь такой плавный по всей поверхности. И третий вид турнетки. Это высокая турнетка. Большим ее преимуществом, как уже ранее я говорил, является ножка, да, за которой удобно вращать и поворачивать на тот угол, который вам нужно. То есть вы не просто раскрутили, и она вращается сколько вам надо, а вы контролируете это вращение, и останавливаете, и разгоняете ее, когда надо. Да, ну давай что-нибудь попробуем здесь выметь прямо за 15 секунд. Можно сделать изделие. Вот, делаешь дырку, делаешь стенку, и вот уже у тебя готово изделие. Вот такая чашка, модерн, а потом можно ее выглаживать здесь. Выглаживать, конечно, больше, чем 15 секунд. Но, тем не менее, только на турнетке это очень удобно. Вот так. О, такая микро-чашечка, солонка, плевательница. Или подставка под яйцо. Ручной, маленький гончарный круг. Особенно, если большой пока человек не может себе позволить. Вот на таком крутильнике можно создавать шедевры. Ну вот, замечательно у нас вышла салонка. Прямо на турнетке. Ну вот, мы выкрутили на турнетке, да, нашу маленькую чашечку. А теперь сделаем на ней отводку. Для этого как раз раскручиваем турнетку. И здесь, с локтя, вот наносим вот нашу вот эту рисочку. Художественное покачивание. Прекрасно. Какой у нас нежно-персиковый ангоп. Допустим, вот это вот так сделаем. И сейчас еще возьмем второй ангоп. Черненький. Поставим черную метку на него. Чем кривее, тем дороже на аукционе. Ну, я производитель гончарного оборудования, а не керамист. Тут вы уж сами тренируетесь. Но, как видите, если сделать это ровно, то процесс будет очень красивый. Можно сделать такие вот разноцветные полосочки. Можно даже процарапить потом с графита. Каким-нибудь суперстеком. Ну и схожее с турнеткой оборудованием, но немножко специфичное. Это скульптурный станок. Он нужен для скульпторов. Как вы уже поняли из названия. Он меняется у нас по высоте, регулируется. То есть мы можем делать его ниже. Вот так вот выше. Скульптор подбирает под свои потребности какую-то нужную высоту. И на нем вот так вот делает скульптуру. Как Илья только что лепил кружку. Скульптор делает какую-то свою фигуру. Соответственно, здесь регулируется высота. Здесь можно остановить диск. Если скульптор не хочет, то он вращался. Вот он плотно у нас стоит, не вращается. Фиксируется, да. Также концентрические окружности для удобства. Но эта вещь, еще раз повторюсь, достаточно специфичная. Нужная действительно для тех, кто делает большие изделия. Разные по высоте. Ну что, друзья, запасайтесь крутильниками и турнетками. Антон Кисаров, производитель гончарного оборудования iMold, дал полную и исчерпывающую информацию по ним. Они важны, они нужны в гончарно-керамическом деле. Поэтому подписывайтесь на нас, поддерживайте. Ну и, конечно, лепите на них и сказочные волшебные глины. А с вами был я, Илья Калашников и Антон Кисаров на «Волшебстве керамики». До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»